МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Большой город". Ритм жизни становится все быстрее, порой у нас даже нет времени пообедать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проголодались? Терпеть не нужно. Ведь голод так просто утолить. Съешьте маленькую колбаску, а хотите, перекусите сушеной рыбкой. А хотите, специально для вас приготовили свежий и вкусный салат. Все это не просто вкусно, но и полезно. Именно так нам твердит реклама ежедневно. Стоп! Думаете, в этих словах есть хоть часть правды? Как правило, они лежат на самом видном месте. И дети спокойно могут взять... Все это не что иное, как еда с помойки. Организм будет съедать сам себя изнутри. Рыбы с мышьяком, колбаски с бензопиреном. Вы понимаете, на такой штраф. Все это не просто химия. Производитель этих закусок пичкает нас настоящим ядом. Я ничего не почувствовал. Обычный запах салата. Я Влад Дорохов. И я пришел предупредить. Город Воронеж. Врачи инфекционной больницы вторые сутки борются за жизнь пациента, поступившего с тяжелейшим кишечным отравлением. Еще 39 человек с похожими симптомами приходят в себя в отделении общей терапии. Один у нас лежит в интенсивной терапии, то есть кислород. Там пока такое довольно тяжелое остальное. А остальных 39, рвота, пока никто не выздоровел. Причина внезапной эпидемии – вспышка сальмонеллеза. И скрывалась эта зараза в обычной селедке под шубой, которую пострадавшие купили в городских магазинах. Весь этот обед была у меня сильно откроет. Она одна единственная оставалась, и брать другой какой-либо салат уже не было возможности. Я ничего не почувствовал. Обычный запах салата. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, салаты были изготовлены из протухшей рыбы. А мы стерили их в бывшем цеху по переработке птицы, который вот уже два года числится заброшенным. Все как раз работало попольно. Всего лишь полмесяца работало. И в нарушение 294-го федерального закона даже о себе не уведомили. Кто же запустил эту фабрику по производству отравы? Знакомьтесь, Вера Косых, директор того самого цеха, буквально подпольного, то есть расположенного в подвале. Из-за кромов ее предприятия инспекторы изъяли 200 килограммов испорченной рыбы, которая должна была стать начинкой для очередной партии салатов. Но сама госпожа Косых заявляет, все это нелепая случайность. Всем это очень неприятно, понятно. И люди, которые заболели, и нам это неприятно. Мы, естественно, не специально это делали, чтобы мы старались соблюдать все эти правила. Но, к сожалению, вот так получилось. Так получилось. Хорошее оправдание для производителя, отравившего своей продукцией 40 человек. Теперь со своими заявлениями госпожа Косых будет выступать в суде. Ей предъявят обвинение в изготовлении товаров, опасных для здоровья. Но где же Вера и ей подобные берут этот неликвид? А с таким сырьем у нас в стране проблем нет. Подмосковье. Небольшая железнодорожная станция. Сотрудники Россельхознадзора вскрывают вагоны, груженные лосозем, камбалой, горбушей и треской, прибывшей в столицу с Дальнего Востока. Все это идет заморожено при температуре минус, должно быть, минус 18 градусов. Теперь мы вскрываем мешки, проводим термометрию. Специальная аппаратура у нас для этого меняется. Аппарат показывает минус 3 градуса по Цельсию. И в таких условиях рыба добиралась до Москвы две недели. Остается только догадываться, что поселилось в продукте за это время. На всем пути исследования данная холодильная установка не работала. Поступила этой продукции больше 170 тонн. 170 тонн! Целый товарный состав потенциальной отравы. Но думаете, получатели этого груза собирались отправить его на помойку? Ничего подобного! Ведь именно такое сырье чаще всего идет на приготовление рыбных снеков. Сушеная рыбка. Казалось бы, не удивлю вас, если скажу, что она хороша и к известному напитку, и как отдельная закуска. Натуральный продукт, который порезали, посолили и высушили. Ничего больше. Ну что тут может быть плохого? Да вы просто не знаете, какую опасность может таить в себе этот деликатес. Мы попросили специалистов Московского университета пищевых производств изучить несколько видов популярных снеков. Начнем с недорогой пачки анчоусов. Аромат есть специфический, а вот товарный вид у нее такой как-то не очень интересный. Конечно, продукцию надо выбирать еще и глазами. Вот она довольно хрупкая, легко разломывается. Структура рыбки. Стоит слегка надавить на рыбку, как она тут же превращается в труху. Продукт явно пересушен. Что же это за снек, который словно музейный экспонат нельзя трогать руками? Но этот продукт, по крайней мере, съедобен. А вот эта вяленая плотва, по мнению специалиста, опасна для здоровья. У меня сплошной покров уже. Какие-то дефекты рыбы, куда-то могли поселиться посторонние микроорганизмы. От подобной рыбки можно заразиться гельминтами. Попав в организм, эти паразиты вырастают до 20 метров в длину. Медленно отравляют человека и вызывают истощение, поглощая питательные вещества. Как вам такой бонус к закуске? Но и это еще не все. Довольно много желтого цвета у этой рыбы. Срок годности у нее не закончился. Этот жир уже начал немножко прогоркать. Другими словами, эта рыба стухла еще до того, как попала на производство. Но ее все равно отправили на снеки. Если здесь начался процесс окисления и прогоркания жира, то вся прогоркшая, вся окислившаяся еда, она вредна для организма. После такого рыбная соломка кажется самым безобидным снеком. Но на самом деле именно этот продукт производители подделывают чаще всего. Может, если ясно, что это рыба, и мы представляем, какая, то здесь уже непонятно, какая это рыба была. И таких продуктов на прилавках не счесть. Палочки из сушеной рыбы ценных пород продаются в упаковках и на развес. Но вы уверены, что на вашем столе окажется именно та рыба, за которую вы заплатили, а не ее дешевая имитация? Ведь главный стандарт для производителей этих снеков – их форма, а не содержание. И доказать это вам я постараюсь с помощью нашего постоянного эксперта, инженера-технолога Марии Белесовой. Мария Ивановна, добрый вечер. Мужики всей страны возненавидят сначала меня, потом и вас, если мы им сейчас скажем, что вот эта вот закусочка, которую да под пивко, да на хорошем столе, да в баньке, несъедобна, еще и вредна. Это отходы рыбные. Кожа, кости, косточки, дешевая рыба. А смотрите, в чем фокус, Мария Ивановна. Название этой упаковки гласит «селе красной рыбки». Но вы видите, в чем фишка, извиняюсь за выражение? Конечно. Это название в кавычках. Более того, когда я читаю состав, я не вижу здесь красной рыбки. Мало этого, там и низкосортной рыбки нет. Вот смотрите, на разрезе это видно, что все это было спрессовано из рыбных отходов. Возьмем, ну допустим, это низкосортные сорта рыбки. Будем вот такую ерунду делать. Значит, режем на тонкие палочки. Дальше что? Ну, во-первых, надо приготовить смесь. Да, я вижу дым у вас. А как же, нам же надо, чтобы это все вот так вот прокоптилось, пахло. Это рыбное. Это жидкий дымок не мясной, а как раз уже рыбный. Чтобы держалась палочка, была твердой, вот такой вот, я добавляю костную муку. Тут два в одном каррагинан, чтобы у нас она была устойчивая. Ну и поскольку красная рыба, нам нужен краситель. Сколько добавляем? Хватит? Еще? Ну, надо перемешать, посмотреть, какой цвет получится, чтобы была красная рыба. И мы, конечно, добавляем консервант, ароматизатор. Да, да, у вас смесь какая-то получилась. Конечно, конечно. И соли, чем больше, тем лучше для рыбы. Почему? Она устойчиво удерживает форму палочки. Потому что, если мало соли, то мякоть расползается. Я понял. Ну, замариновалось. Замариновалось. Будем выкладывать. Будем выкладывать. И вот здесь мы, значит, формочку вот так вот взял. Все, выкладываем, да? Да, 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 да. Готово. И мы, значит, сейчас это поставим в сушку. Открывайте нашу русскую печь. Ну вот, чтобы она подсушилась, нужно определенное время. Мы это сейчас приготовили, используя следующую рецептуру. Мы взяли рыбу, мы взяли костную муку, мы взяли краситель, ароматизатор. Дома нужно исключить из этой рецептуры что? Все исключить, оставить соль. И рыбу. И перец, если на любителя. Порезали брусочками, соломкой, как хотите. Готово. Вам нравится, что у нас тут вышло? Руку берите горячую. Вот, вы посмотрите. Наши палочки подсохли, уменьшились в размере. И палочки прекрасно можно сделать без добавления красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и прочего. Из свежей красной рыбы. Нарезали, посолили, в духовой шкаф посушили. Спасибо вам огромное. Как готовится натуральная рыбная соломка, нам покажет повар Михаил Савкин. Отрезаем пару кусочков свежего лосося, солим и перчим. Теперь нам ее надо просто выдержать в течение трех суток. За это время рыба равномерно впитает соль. Вот так выглядит лосось после его засолки. Он слегка потерял цвет, но это вполне нормально для лосося. Следующий процесс – это сушка. Дабы его ускорить, мы его нарежем. Нарезанную рыбу ставим на сутки в духовку, разогретую до 40 градусов, и получаем практически готовый продукт. Теперь, чтобы добиться идеальной соломки, мы сейчас его еще нарежем. Вот и все. Вкусные и полезные снеки из лосося можно подавать к столу. Но смогут ли обычные люди отличить натуральный продукт от того, что изготовили из сомнительного сырья и добавок с нарушением технологий? Чтобы это выяснить, проведем дегустацию. Выкладываем на первую тарелку рыбную соломку от профессионального повара, на вторую снеки, купленные в магазине, а на третью продукты, изготовленные нами в студии. А теперь предложим оценить эти угощения посетителям ресторана. Это вкусно, но мне очень понравилось. Такой оценки удостаивается блюдо, приготовленное поваром. Что же дегустаторы скажут о снеках, изготовленных нами? В этой рыбке есть косточки. Мне не совсем нравится. А вот следующей паре дегустаторов, наоборот, пришлась по вкусу сушеная рыбка, которую смастерили мы. Третий экземпляр. Он твердый. Твердый, но по вкусовым качествам. Из всех трех, какой ее больше по вкусу, именно не по внешнему виду, допустим? Больше всего в третьем. Значит, дешевые сорта рыбы действительно ничего не стоит выдать за снеки из благородного лосося. Но самые неожиданные в банке заслуживает сушеная рыбка из магазина. Существенно пахнет тиной, я бы сказал. Тиной? Да, прикольно. Видимо, чтобы скрыть этот неприятный запах, производитель издобрил свои снеки щедрой порцией специй. В итоге этот продукт понравился только одному человеку. Вот это больше подпил, подходит. Почему? Первое место наши дегустаторы единогласно отводят рыбные соломки, приготовленные поваром. Но это оценка за внешний вид продукта. А вот самыми вкусными признанные снеки, изготовленные нами в студии, с дешевой, некачественной рыбой. И опять же, все дело в добавках и специях. Ммм, надо срочно. С пивом. То есть здесь соли много? Салененькая, сухая. Казалось бы, снеки просто созданы дополнять популярный пенный напиток. Вот только диетологи категорически против такого тандема. В сочетании пива с достаточно большим количеством соли, которая содержится в данных продуктах, будет приводить к задержке жидкости в организме. Что, в свою очередь, опять же, будет приводить к отекам. Это раз нельзя употреблять людям с хронической почвой недостаточности. Но снеки из подпорченной рыбы – это еще цветочки. Специалисты Россельхознадзора заявляют, из-за границы в нашу страну тоннами завозят куда более опасное сырье. При исследовании рыбы и морепродукции, поступившей из Китая, с предприятий Китая, Канады, Исландии, Норвегии, было установлено превышение ртути. Так как эти предприятия уже находились в режиме усиленного контроля, Россельхознадзором на данное предприятие наложено временное ограничение на поступление рыбы и морепродукций, знанных производителей, на территорию Российской Федерации. Но смертельно опасной может быть не только рыба из Поднебесной. Специалисты Московского университета пищевых производств предупреждают, морепродукты, выловленные в России в экологически неблагоприятных местах, содержат практически всю таблицу Менделеева. Они могут содержать свинец, стронцы, мышьяк, причем стронцы может быть и радиоактивны. Эти вещества попадают в водоемы вместе с отходами промышленных предприятий. Зачастую достаточно съесть всего одну рыбку, обитавшую в сраженной воде, чтобы получить тяжелейшее отравление или ударную дозу радиации. Но и это еще не все. Если такую рыбу переработать на снеки, она становится еще токсичнее. Во время приготовления эти морепродукты, рыба, они уменьшаются в массе, следовательно, концентрация этих вредных веществ, которая была в воде и попала потом в животное, она увеличивается. Но самое страшное, что вычислить снеки, зараженные радиацией или напичканные химикатами, без счетчика Гейгера невозможно. И речь идет не только о рыбе. Сегодня мы докажем, все закуски, неважно из чего они приготовлены, опасны. Но реклама таких продуктов не перестает убеждать нас, что они полезны. Потому что сделаны они якобы из натуральных продуктов. Сыра или мяса с овощами и специями. Может быть, оно и так, только дело в технологии приготовления этих деликатесов. Ведь именно в процессе производства они могут превратиться в бомбу замедленного действия. Смотрите далее. Как и в каких условиях готовят наши любимые закуски? И признают ли предприниматели, что их продукты опасны бездороги? Сразу после рекламы. Москва. Международная выставка оборудования и ингредиентов для пищевой промышленности. Огромный торговый центр забит всевозможными станками для изготовления и упаковки продуктов. Это просто технологический рай. Именно здесь, в узком кругу, производители ежегодно делятся секретами, не предназначенными для посторонних ушей. Под видом предпринимателей подходим к стенту с коптильной камерой и уточняем, может ли это оборудование гарантировать безопасность продукции. Бензопирены и все прочее, никаких местных дымов, впитываются в ваших продуктах. С этого никуда не денешься, да? Ну, если мы говорим о капчите на натуральном среде, то от этого никто никуда не может деться. Бензопирен – это вещество первого класса опасности или, попросту говоря, яд. Это канцероген, который способствует развитию раковых опухолей. И производители нам заявляют, современные технологии могут всего лишь немного снизить дозу канцерогенов в копченостях. Генератор вынужден держать какую-то такую, чтобы идти влево и в то же время не забрасывая с температурой, чтобы не было. Если он контролирует. Да, да, да. Но все равно образование оно не будет использоваться. Равно, чтобы гореть. В соседнем павильоне выставлен впечатляющий ассортимент вкусовых добавок и ароматизаторов. У одного из менеджеров интересуемся, способна ли эта химия замаскировать протухшее сырье для снеков. Пошли. Пошли, надо будет, конечно, владеть. Но это не нужно. Добавьте вам, вот, одна из нас, что необходимо всякие комплименты, все остальное. Потому что для стабильного сырья предусмотрено, что без никого не сделано. Менеджер откровенничает. Качество сырья – дело десятое. Ведь для того, чтобы обмануть потребителей, и придумана вся эта химия. Лучше делать пену, стабильнее ГЭТ, и все равно со временем найдется его покупателя, и будет все хорошо. Это и есть главный принцип большинства современных производителей. Более того, по мнению здешних специалистов повышать качество продукта вредно для бизнеса. А если будет даже скачки в сторону улучшения качества, это все равно факт, что будет погрузка и вкус, она сейчас опять. К одному из производителей мы напросились на экскурсию. Вот в этом небольшом помещении находится завод по производству снеков. Сюда мы приехали, чтобы своими глазами увидеть, как изготавливают эту продукцию. Директор Светлана Кровец начинает наше знакомство с громкого заявления. Вся продукция является натуральной, экологически чистой, без добавок, без всякой химии. Это все натуральные продукты. Надоело уже кушать все импортное, которое приносит вред здоровью. Все натуральное? Хочется верить. Но давайте подробнее вникнем в технологию производства снеков. Начнем с цеха, где изготавливают сырные шарики. Сырные шарики производятся из натурального твердого сыра путем вспенивания и вот доведения их до такого состояния. Это хрустящий вкусный сыр, который можно и взрослым, и детям. Аппетитный хрустящий сыр звучит заманчиво. Но, как утверждают специалисты, качество сырья, из которого изготавливают подобные продукты, зачастую оставляет желать лучшего. Есть маленький нюанс. Это обычный сыр самого низкого сорта. Почему низкого? Потому что он является носителем. Во время вспенивания с сыром происходит то же, что и с попкорном, который поставили в микроволновку. Кусочки продукта буквально взрываются изнутри, образуя полости. А сверху на готовые шарики наносят вкусовые добавки, как правило, химические. Эта посыпка попадает на ваш язык и блокирует ваши рецепторы определенным вкусом. Поэтому на самом деле вкус сыра вы не увидите и не почувствуете. Это химический вкус, который вам навязывается. Это не вкус этого продукта. Именно так сырные шарики получают яркие вкусы курицы, бекона и грибов. Видимо, эти присыпки Светлана тоже относит к натуральным. Как и консерванты, которые указаны на упаковке ее продукта. Дальше нас проводят по цеху, где по традиционным рецептам готовят разнообразное вяленое мясо. От оленины до говядины. Нарезаем на слайсере на тонкие ломтики, маринуем в течение 24 часов. Дальше раскладываем на противень. Вот только Светлана почему-то забывает упомянуть, что в состав того самого маринада входят химические консерванты, фиксатор окраски, нитрит натрия. Что же дальше происходит с мясом, вымоченным в таком растворе? В этом шкафу у нас вялено мясо. На определенной температуре и в определенные часы. В течение 7 часов оно у нас вялено. Всего 7 часов и продукт готов. Такой скорости можно только позавидовать. Ведь традиционным способом мясо должно вялиться как минимум несколько дней, а то и неделю. Так в чем же секрет подобных производств? Производитель также торопится. Ему иногда не очень важно качество, сколько скорость приготовления, то есть объемы. И поэтому производитель ускоряет созревание этого мяса, применяя в отдельных случаях ферменты. Ферменты и добавляя консерванты. Но главная опасность заключается в высокой температуре, которая нужна, чтобы быстро удалить из продукта влагу. В мясе, пропитанном нитритом натрия, при нагревании образуется консервант ген нитрозамин, вызывающий раковые опухоли. Но и это далеко не все. В лаборатории института питания РАМ нам заявляют, сегодня в составе многих популярных снеков присутствует еще одно опасное соединение – акриламид. Обычно оно образуется при производстве пластмассы. Это 10-15 назад химики, которые занимаются анализом пищевых продуктов, были очень удивлены появлением акриламидов в составе пищевых продуктов. При попадании в организм акриламид выражает нервную систему и разрушает печень и почки. И эта отрава в изобилии присутствует в самых популярных снеках – сухариках и картофельных чипсах. Продукты, которые связаны с приготовлением которых с нагревом, жаркой, которые содержат углеводы, которые содержат белки, естественно, они в процессе приготовления в них образуются акриламиды. Но ведь современные технологии шахнули далеко вперед. Многие производители уверяют – обжарка чипсов происходит мгновенно, и опасные канцерогены просто не успевают образоваться. Не обольщайтесь. Это всего лишь рекламный ход. Сразу же должно образоваться, но он образуется в очень низких количествах, может быть, неуловимых аналитическим путем. На самом-то деле целиком избежать его при приготовлении путем жарения невозможно. Получается, безопасных снеков не существует в принципе. И покупая подобные продукты, вы гарантированно съедаете еще и порцию вредных компонентов, которые вы никогда не найдете на упаковке продукта. Меня очень сложно удивить, но от услышанного, признаюсь, даже я прихожу в ужас. На этих продуктах, как на пачках сигарет, в пору ставить надписи – приводят к раковым заболеваниям. Но кто их тогда будет покупать? Нет. Вместо этого производители фасуют свои копчености в яркие привлекательные упаковки и продают тоннами. Деньги решают все. Через пару минут. Что общего между чипсами и наркотиками? Что заставляет нас покупать еще и еще? И чем чревата такая любовь к закускам? Смотрите после рекламы. Чипсы, копченый сыр, колбаски. Нас уверяют, что все эти продукты для молодых и активных. Ну, в общем, для тех, кто не хочет терять время, стоя у плиты. Наверняка многие из вас сейчас сидят у телевизора с какой-нибудь из подобных пачек в руках. Вот только именно молодому организму такие продукты могут нанести самый непоправимый вред. Не верите? А мы вам сейчас кое-что покажем, и вы убедитесь. Певица Леся Ярославская все свободное от гастролей и съемок время посвящает любимой дочке Елизавете. Вот только, сетует певица, этого времени не так уж много. А недавно звезда с удивлением поняла, что у ее дочери появилось новое и не совсем полезное пристрастие. Девочка ни дня не может прожить без упаковки чипсов. Когда мы гуляем по магазинам, как правило, они лежат на самом видном месте. И дети спокойно могут взять сами эти пакетики, и потом на кассе уже мы обнаруживаем, что Елизавета набрала несколько пакетов. Сначала Леся пыталась бороться с нежелательной привычкой дочери, но потом сдалась. Конечно, я понимаю, что это неизбежно, употреблять она их будет в любом случае. Ну вот, понимаю я, что это вредно, но насколько вредно, мне, конечно, хотелось бы узнать поподробнее. Может, консультация врача поможет звездной маме повлиять на вкусы Елизаветы? Вместе с девочкой отправляемся на прием к педиатру. Специалист заявляет, ежедневное употребление чипсов не сулит ничего хорошего. Ребенок уже мог серьезно навредить собственному здоровью. Дисфункции кишечные бывали? Ну, чтобы немножко тошнил, немножко жаловался, что животик болит. Ну, умораживался, что живот болит. Да, умораживался. Ну, могла иногда сказать, что ручки чашутся. Врач переходит к осмотру и тут же отмечает первый тревожный симптом. Язык-то у нас на самом деле белым налетом обложен. Да? Белый налет на языке сигнализирует о том, что у ребенка не все в порядке с желудком. И если девочка продолжит есть чипсы, это грозит серьезными осложнениями. Из детей, часто употребляющих чипсы, и вот такой налетик на языке имеющих, очень часто бывают рецидиверующие стоматиты. Сначала появляется заеда в углах рта, а потом маленькие язвочки на слизистой полости рта. Они очень болят, иногда вызывают температуру. Педиатр объясняет, главная причина всех этих недомоганий в том, что чипсы плохо усваивают с организмом. Кишечник, если утре, можно сказать, забивается, это может вести как к запорам, так и к слезеобразованию в кишечнике. Такого исхода Леся явно не ожидала. Теперь певице придется всерьез взяться за воспитание дочери и прежде всего отучить Лизу от чипсов. Но что же вызывает такое непреодолимое желание есть еще и еще? И почему мы не можем остановиться, пока не доедим всю пачку? Ответ прост. Все дело в химии. Все те консерванты, усилители вкуса, которые добавлены в данную еду в большом количестве, в дальнейшем будут провоцировать то, что человеку обычная домашняя еда будет казаться пресной, невкусной. И он будет стремиться опять идти в магазин и покупать данный продукт. Мы наглядно докажем вам, что усилители вкуса способны обмануть наши рецепторы и превратить любой продукт в изысканное лакомство. Для этого с помощью профессионального повара проведем небольшой эксперимент. Сейчас мы приготовим картофельные чипсы. Обычные, с солью и с глютаматом натрия. Нарезанный картофель обжариваем во фритюре. Первую порцию посыпаем обычной солью, а вторую сдабриваем усилителем вкуса и тщательно перемешиваем. Все готово для дегустации. Мне кажется, они одинаковые. Мне кажется, они абсолютно одинаковые. Да, чипсы действительно приготовлены из одного и того же картофеля. Но неужели усилитель вкуса не поддействовал? Не торопитесь с выводами. Мне больше понравилось. Детей, мне больше. Более картофель поддают. Более под насыщенный вкус. Насыщенный вкус – это и есть то самое волшебное действие, которое оказывает глютамат натрия. Интересно, почувствуют ли наши дегустаторы подфух. Вот это посушим. Можно вкуснее. Мне тоже это больше понравилось. То есть, смотрите, вот, которые первые, да? Да. Они были. И пряные. Что и требовалось доказать. Всего одна щепотка усилителя вкуса способна преобразить продукт до неузнаваемости. И нам кажется, что мы ничего вкуснее в жизни не ели. Вот только это всего лишь иллюзия, навязанная нам производителями чудо-добавок. А из чего же зачастую состоит этот продукт? Думаете, из картофеля или кукурузы? И тут вы сильно ошибаетесь. Как правило, в составе данных продуктов будет содержаться основным, будет являться это крахмал. Либо кукурузный, либо картофельный. А всё остальное – это усилители вкуса, вкусовые добавки, консервирующие вещества и так далее. И как следствие, питательной ценности в чипсах нет. А те калории, которые несут эти закуски, специалисты называют пустыми. Они не вырабатывают энергию, а сразу откладываются в жировых запасах. Клетки нашего организма будут страдать. То есть так называемые будут вызываться эндогенные голодания. То есть организм будет съедать сам себя изнутри. Он будет тратить клетки мышечной ткани, клетки головного мозга, клетки печени, почек, селезёнки. И это касается не только чипсов, но и других популярных снеков. Копчёных сыров, колбасок, сомнительное сырьё, приправленное химическими добавками, а потом обжаренное в масле – настоящая угроза нашему организму. Прежде всего, из-за содержащегося в избытке холестерина, который закупоривает сосуды. Но есть и куда более страшное – пресловутый бензопирен, который провоцирует рак. Так существует ли безопасная закуска? Что кладут в бутерброды и сэндвичи? А также результаты проверки популярных снеков? Какой продукт окажется самым опасным для здоровья? Не переключайтесь! Производители делают всё для нашего комфорта. Теперь, чтобы пообедать прямо на работе, вовсе не обязательно бежать в кафе, либо приносить готовый обед из дома. На помощь придут различные гамбургеры, сэндвичи. И это не тот фастфуд, который производится в сомнительных условиях в уличных палатках. Нет! Сегодня эту пищу приготовляют на солидных производствах. Она красиво упакована и продаётся практически в любом продуктовом магазине. Удобно, не спорю. Но попробуйте задуматься, насколько это съедобно и, главное, безопасно. Салаты, бутерброды и готовые ланчи мы попросили изучить ректора Московского университета пищевых производств Дмитрия Еделева и диетолога Ирину Громову. Начнём с рыбного салата. Вот классическая мороженая капуста. Соус воткнули в салат, ну, причём, если ещё и хорошо, если чистыми руками. Я бы не стал брать, по большому счёту, это некие порезанные овощи, солёный огурец, яйцо и консервы, сложенные всё вместе в одном флаконе. Диетолог Ирина Громова предупреждает. Трапеза такими салатами может закончиться серьёзным отравлением, потому что они моментально портятся. Если вы её везли в машине, если вы её в тёплом передвигали, там, в тёплом помещении, это не более двух часов должна быть еда употреблена в пищу. Где гарантия, что в магазине этот продукт хранили в положенном месте и при нужной температуре? И стоит ли рисковать здоровьем, покупая эти кулинарные творения? На очереди у нас аппетитный бургер с котлетой из говяжьего и свиного фарша. Структура не мясо. Даже внешне это не фарш. Я думаю, что это крахмал, соевый белок. В лучшем случае состав не скрывает, что это мука, маргарин, маргарин, растительный белок и на последнем месте это свинина. А вот диетолог больше всего настораживают основные ингредиенты этого блюда. Это маргарин. Маргарин и дрожжи. Маргарин это растительные гидрогенизированные жиры. Это те самые жиры, которые вредны для нашего организма. Регулярное употребление блюд, щедро приправленных такими жирами, приводит к болезням сердца и сосудов, сахарному диабету, ожирению, заболеваниям печени и нервной системы. А дрожжи нарушают работу кишечника. Как вам такой список побочных эффектов от бутерброда? Начинает снижаться количество хороших бактерий в кишечнике и возрастать колонии плохих бактерий в нашем кишечнике. Дисбактериоз тот же самый. То есть нарушение флоры в кишечнике может спровоцировать как запоры, так и диарею. Может быть, сэндвичи менее вредны? Специалисты советуют не обольщаться. Рецепт этого блюда невероятно прост. Побольше специй и консерваторов. Несварение после такого обеда гарантировано. Данные специи улучшают вкусовые качества данного продукта. Но, тем не менее, людям с хронической патологией употреблять данные продукты не рекомендуется. Жадность производителя этого бутерброда поражает. Он умудрился сэкономить даже на майонезе. Это некая будет мучная некая болтушка. То есть я думаю, что здесь будет мука, добавленная в майонез. Ну, то есть для увеличения объема, веса майонеза. И при этом стоит такой сэндвич 70 рублей. Хотя чему тут удивляться? Главная задача производителя этих кулинарных шедевров – не накормить покупателей вкусным обедом, а подороже продать дешевые заменители натуральных продуктов. Но не сказывается ли тотальная экономия на безопасности еды? Мы это проверили. Популярные закуски мы сдали на исследование в лабораторию «Биотест». И через неделю получаем шокирующие результаты. Из шести образцов, поступивших к нам на исследование, в трех образцах, таких как блинчики с курицей, багет и рулетики ветчинные, мы обнаружили общую микробную обсемененность и бактерии группы кишечной палочки. Кишечная палочка – опасная бактерия, вызывающая отравление. Но это еще не самый страшный ингредиент купленных нами снеков. То, что поселилось вот в этих рулетиках с ветчиной, тянет на биологическое оружие. В этом образце мы обнаружили также яркого представителя бактерий группы кишечной палочки и шерихию коли. Особо опасна разновидность этой бактерии живет в кишечнике крупного рогатого скота, свиней и больного человека. И передается через фекальные загрязнения. При попадании в организм она вызывает общее отравление и симптомы, похожие на холеру или сильнейшую дизентерию. Уничтожить эту микрофлору можно только прогревая пищу в течение 15 минут при температуре выше 60 градусов. Но кто станет греть холодные закуски? Так как они употребляться будут уже в готовом виде, то есть он оттуда никуда не денется, а как раз прямиком попадет в наш организм. Трапеза даже крошечной порции таких рулетиков превращается в русскую рулетку, где главный приз – это долгие дни на больничной койке и серьезные проблемы со здоровьем. Но как эта бактерия оказалась в еде? Очень просто! Из-за полного игнорирования санитарных норм или несоблюдения сроков годности продукта. Так, вот это вот он и есть, тот самый опасный продукт. Обратите внимание, эти рулеты запакованы в какой-то непонятный лотот, обернутые просто пластиковой пленкой, и на этикетке нет ни состава, ни сроков годности. Да, покупать такое явно небезопасно, но я уверен, производителя все равно можно найти. Ну вот здесь магазин в углу указал фирму производителя. Да, значит, вот эту фирму производителя, которая указана мелкими буквами, тебе нужно в обязательном порядке найти, посетить это производство и выяснить, как и каким образом они это все производят. Кстати, протоколы испытаний на руках. Все с тобой. Держи, действуй. Мы ожидали увидеть крупное производство, но оказалось, что изготовили эти рулеты. В обычной подмосковной столовой никаких высоких технологий и автоматизации. Вся продукция здесь ручная работа. Вот сотрудники предприятия с гордостью демонстрируют свою кухню. Здесь у нас первые варятся блюда. Борщи, супы, солянки. На этой замечательной печи мы готовим гарниры и второе. А здесь у нас замечательные повара готовят замечательные тары, гарниры и мясо. Здесь мы делаем салатики, десерты, напиточки, киселин. А вот так в этом прекрасном цехе делают те самые рулетики с ветчиной. Повар в перчатках аккуратно заворачивает сырную начинку в ветчину и, внимание, пакует в специальную одноразовую тару. На нашей этикетке указано название нашей фирмы, название продукции, рулетики ветчинные, состав ветчина, сыр, майонез, зелень, чеснок. Дальше мы указываем, когда приготовлены эти рулетики, время, час и срок годности. В этом продукте нет никаких консервантов и химических добавок. Именно поэтому и срок годности рулетов крайне короткий. Я хочу заметить, что у нашей рулетики срок годности 48 часов. После 48 часов ответственность мы, как производители, за состояние рулетиков не несём. А теперь обратите внимание и сравните тару, произведённых здесь и купленных нами в магазине рулетов. На последних не указан ни срок годности, ни состав. Да и выглядят они совсем иначе. В чём же тут подвох? Когда мы показали работникам производство упаковку, купленную нами в супермаркете, они вынесли неожиданный вердикт. Это подлог. Смотрите в финале программы. Чем закончится дело о заражённых рулетах? Кто виноват, производитель или продавец? А также признают ли сами бизнесмены, что травят своих покупателей? Через пару минут. Наш корреспондент Артём Чудиновский, как вы помните, находится на предприятии, где изготавливают те самые рулеты с ветчиной, в которых специалисты нашли вредоносные бактерии. В данный момент он вышел со мной на прямую связь. Артём, ты выяснил, как эта зараза попала в продукт? Ты знаешь, здесь во всём винят непосредственно продавца, который перефальцевал упаковку для того, чтобы продлить сроки годности. Да уж, до чего знакомая ситуация. А доказательства у тебя есть? Да, кстати, есть. Вот это, допустим, упаковка, которая была произведена непосредственно здесь. Рулетики ветчины. А вот эту упаковку мы нашли уже в магазине. Разница, конечно, кардинальная. Да, убедительно ничего не скажешь. Значит, смотри, Артём, тебе сейчас стоит прогуляться прямо в этот магазин и внимательнейшим образом разобраться, что у них там, чёрт возьми, происходит. И, кстати, возьми с собой обязательно юриста. Хорошо. Вот тот самый магазин, где мы купили рулеты, заражённые опасной инфекцией. Проверяем прилавки и видим ядовитые рулетики. Стоят на полках и ждут своего покупателя. И вот что интересно, тара, в которую они упакованы, совсем не похожа на ту, что нам показывали на производстве. Нет даты изготовления, нет условий хранения, нет свободности. Ни в часах, ни в таком виде. Вы понимаете, на какой штраф это тянет? Ну, вообще, я всё упоминаю прекрасно. Понимают прекрасно, но дать хоть какой-то вразумительный ответ мешает нехватка словарного запаса. Если бы я смогу сформулировать правильный ответ грамотно, я бы вам сказал. Этот сотрудник признался, что сам частенько берёт закуски в этом магазине. И поэтому нам он готов ответить за их качество своим здоровьем. Вы что, меня слышали? Чтобы вам убедиться, что я отравлюсь. Не, ну вот тихо, 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 тихо. Это я предложил не глядь. Такое поведение ещё раз доказывает, что сами сотрудники не уверены в безопасности собственного товара. На правах покупателя мы просим показать документы, подтверждающие качество продукции. Но их на месте, конечно же, нет. Как оригинально. Тут к нам выходит ещё один сотрудник магазина. Некий Юрий Евгеньевич, который сначала пытается загипнотизировать нашего оператора, а затем выдвигает свою трактовку закона о защите прав потребителей. Вы не обязаны? Нет, вы не обязаны. Вы обязаны? Нет. Нападная. А я говорю, что не обязаны. Почему же не обязаны? Оказывается, внутренний устав магазина освободил сотрудников от неприятной обязанности исполнять закон. Однако юрист Мария Сверидова заявляет, эти собственные правила нарушают права потребителя. После долгих препирательств документы всё-таки выносят. Бумаги подтверждают, что рулеты привезли готовыми с уже известного нам производства. Вот только когда это произошло и каков срок годности и состав продукта покрыто тайной. Тем не менее, продавцы утверждают, что все закуски свежие и привезены сегодня. Вот только в отличие от магазина, у производителя все документы на месте. У меня в руках документ, согласно которому поставки рулетиков из ветчины в этот данный магазин сегодня не производилось. Какие в продаже имеются рулетики, я ничего сказать не могу. Согласно этой накладной, рулеты были доставлены в магазин 4 дня назад. А это значит, что продукт просрочен уже на 2 дня. И продавцы магазина, чтобы не потерять прибыль, упаковали их в свою тару и выставили на продажу как свежие. Совершенно не заботясь о здоровье покупателей. Но неужели все бизнесмены в первую очередь думают о собственной прибыли? В нашу студию мы пригласили Светлану Кровец, директора компании по производству снеков, которая провела нам экскурсию на своем предприятии. Она постаралась убедить нас, что ее товары вкусные, полезные и натуральные. Сомнения остались не только у нас, но и у ведущего в стране диетолога. Основные надписи, выделенные крупным шрифтом. Первое, сыр это вкусно, с чем я спорить не собираюсь. А второе, и полезно, с восклицательным знаком. Что вы имели в виду? Ну, внутри этой упаковки находится натуральный сыр, натуральный продукт. Светлана Кровец, генеральный директор компании по производству снеков. Уверяет, что ее фирма единственная в России изготавливает продукцию из натуральных ингредиентов. И заявляет, что ее снеки безвредны и даже полезны. С вашего позволения я продолжу вашу мысль и прочту состав этой упаковки. Твердый сыр, соль, а вот дальше веселый дружный набор. Натуральные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества. Усилители вкуса и аромата. Е-така-это, е-така-это, е-така-это. Вот это полезно? Ну, что касается вкуса, идентичные натуральным вкусоароматические добавки, это значит, что они приближены к натуральным. Правильно? А почему вот не класть натуральные? Зачем обязательно идентичные натуральные? Алексей Ковальков, диетолог, доктор медицинских наук, является ярым противником снеков и заявляет, что такая продукция способна нанести серьезный вред здоровью. Причина в том, что вкусы у идентичных натуральных сохраняются дольше, то есть вот на протяжении 5-6 месяцев. А если вы положите натуральный какой-то продукт, это будет... Неделю. Да. На сыр сюда нельзя положить натурально, она не пристанет к нему, понимаете? А потом этот вкус остался во рту за счет вот этих усилителей. Я вот до сих пор его держу во рту, да? Это не усилительный, это сыр остался во рту. Сыр, да, вкус сыра, он быстрее проходит. Тут есть какие-то компоненты, которые позволяют вот этому вкусу удерживаться на языке. Он создает ощущение вот этой ауры во рту. И тебе хочется съесть еще-еще наркоману-героинщику, ему тоже нравится героин, да? И он тоже когда-то в первый раз попробовал. А налоги улавливаете? Аналогия здесь в том, что люди, которые выращивают мак и приготовляют из него потом героин, где-то на одной поляне топчутся с маркетологами, которые производят эти продукты. Может быть, я что-то не понимаю. Я вот на всех упаковках, практически на всех упаковках ваших, вижу такое наименование, как нитрит натрия. Да. Какая цель у этой добавки, зачем она нужна и почему без нее нельзя? Это цветообразователь. Без цветообразования, ну, не будет вот того качества. Мясо будет прям темное, черное. Вы его визуально не захотите просто употреблять. Если эту продукцию не едят микробы и бактерии, то почему ее должны есть мы? Какую? Вот если мы ее сейчас выложим, вот эти штуки, я уверен, что на свежем воздухе она полежит, и в лесу не появится. В лесу не появится, вот что нет, Алексей. А почему не появится? Потому что там нет влаги. Там остались просто сухие элементы, и все. Снэти, это перекус, да? И в принципе, снэти, построенный именно по этому принципу, заглушить голод, и тут удалена влага, понимаете? То есть это должен быть вот такой кусок курицы, согласитесь? Да, да. И он-то съедает вот такой. Маленький. А получается-то у него вот такой. Так это стопроцентное мясо. Я понимаю, но стопроцентное мясо быть не может. Тут есть и жиры, и в масле оно жареное, и так далее. В нашем продукте, да, оно не жареное. Никакие масла, никакие жиры, ничего не добавляется. Вот салфетка, да, у нас есть, да? Давайте положим на салфетку и увидим, есть тут масло или нет. То есть мы вот кладем, и по отпечатку вот этому. Вот, видите? Что это? Жирный отпечаток. Ну это специи, это специи. Ну они в чем? Жиры, которые, жиры, естественно, там есть жиры. Вы даже в составе возьмите, там на 100 грамм 7,4%. Но если я съедаю кусок курицы, я вижу, что это кусок курицы. А тут вот я ем по дороге это все. Один пакетик съел, оказывается, я уже половину грудки съел. Мы съедаем пищу в 2-3 раза больше, чем мы можем усвоить. Ведь нам нужно, по сути, каждому из нас всего лишь 40-50 грамм чистого белка. Это размер курицы, я думаю, что если ее высушить, наверное, ну, два таких кусочка, это в сутки. Все остальное идет для удовольствия и для насыщения. В чревоугодии есть такая формировка. И вот являясь искусителями, вы тем самым заталкиваете нас вот в эту сторону, а не хотелось бы. Благодарю вас. И напоследок, как всегда, я хочу вам дать несколько дружеских советов. Если вы все-таки решили покупать готовые салаты, запомните, блюдо, заправленное майонезом, не может храниться больше 12 часов. Уксусом 5 суток. Если же срок годности салата больше недели, их однозначно заправили консервантами. Полезного в таких продуктах практически нет. А что касается снеков, то что бы вам там ни говорили в рекламе, есть их можно все-таки не чаще одного раза в месяц. А лучше вовсе отказаться от этого. Побалуйте себя и своих близких и приготовьте это блюдо сами.